Добрый день, друзья! Привет! Вы на канале Есть Как Есть. И сегодня мы хотим затронуть такую тему, которая наверняка интересует всех, кто смотрит наш канал, и все, кто смотрит каналы о Турции. Это такая тема, что подорожает ли недвижимость, и наоборот, она потешевеет. Давайте немножко с вами об этом поговорим и поразбираемся. Мы не специалисты, это будет наше мнение, и мнение еще нескольких людей, которых мы встретим просто на улице. Так что послушайте, наверняка вам это будет интересно. Ну, начнем с того, начнем с ваших же комментариев нам. Бывают такие интересные комментарии, порой даже злобные, такие ехидные, что вы вот накупили квартир, теперь вы будете оттуда драпать из этой Турции после землетрясения. Все вот напугались, будете продавать свои квартиры за копейки. Ну, такие, будем говорить, не очень хорошие комментарии. Но я не знаю, кто пишет такие комментарии. Наверняка те люди, которые просто мечтают, и их мечты несбыточные о Турции. Жалко мне, конечно, этих людей, но в основном люди хорошие, пишут хорошие комментарии. Ну, в общем, об этом мы хотим поговорить. То есть, стоит ли отсюда бежать из Турции, бросать все, продавать за копейки квартиры. Или, может, наоборот, надо их покупать. Или, наоборот, может быть, их нужно покупать. Вот. Почему мы задались этим вопросом? Почему мы задались этим вопросом? А потому, что как бы мы сами поступили в этот сейчас, мы тоже об этом поговорим. Ну, вот, допустим, давайте немножко просуждаем. Вот произошло 6 февраля, произошло очень страшное землетрясение. Очень много, десятки тысяч домов были разрушены на востоке Турции. И больше, чем полтора миллиона людей сейчас переехали из этого региона и переехали, куда переехали. Более безопасный регион – это регион Мерсин, Алания, Анталия. Вот в этот регион, в основном… Самый безопасный район. Самый безопасный район. Сейсмобезопасный. Да. Почему он самый безопасный? Потому что это центр тектонической плиты, и основные сдвиги идут по востоку, по западу Турции, если эта плита двигается. А центр остается самым безопасным. И вот сейчас очень хорошо видно, что очень много людей, которые жили в тех регионах… Не в тех регионах, а в том регионе, где произошло землетрясение. Они сейчас живут вот в Алании, очень много их. Да, мы их очень много видим, они в гостиницах живут, их сразу видно, они немножко другие такие. Немножко другие, по-другому себя ведут, немножко другие на внешность. Не знаю, может быть, чтобы никого не обидеть, они более темные, мне кажется, такие, похожи на сирийцев, уже ближе. Основная часть, говорят, что это курды. Ну вот, останутся ли они в тех регионах дальше жить, вот это вопрос. Или те, которые имеют деньги, будут переезжать в более безопасные регионы, вот это тоже второй вопрос. Основной вопрос, который нам задают, это вопрос о том, что будет ли здесь дешеветь недвижимость из-за того, что произошло землетрясение, теперь никто ничего не будет покупать, все драпануты из Турции. На самом деле, тут такой вопрос двоякий. Тут, мне так кажется, как я думаю, наверное, она будет не дешеветь, а дорожать. Почему ты так думаешь? Ну как почему? Во-первых, все вот эти люди, которые уехали из опасных мест, у многих возникли мысли о том, что зачем мы будем возвращаться в опасное место, если можно жить там, где безопасно. Это раз. Тут тоже двойной вопрос, как ты говоришь, о корне, те корни, которые десятилетиями, может быть, сотнями лет. Но кто-то вернется, кто-то так напугался, что ему уже не будут ни важны ни корни, ничего, он захочет жить спокойно. Частично, я думаю, что да. И ему будет важна именно безопасность. Частично, да. Но основная часть людей, мне кажется, вернется после того, как будут восстановлены их жилища. То есть все равно это бывшая работа, знакомства, друзья, родственники, корни, могилы предков. Все равно люди... Можешь не уезжать из Турции, они просто поменяют район Турции. Основная часть, что они будут менять. И потом, мне кажется, если они и будут менять район Турции, то, скорее всего, меньше в Анталии. Меньше в Алании. Может быть, если они поедут, то, скорее всего, в Анталию или в Мерсин, потому что там есть работа, там большие города. А в Алании, собственно, местному населению тут своим работа нужна. Да. И поэтому те люди, которые приедут из этого района, то вряд ли они тут. Именно в Алании останутся. Скорее всего, ты права. Мне тоже так кажется, что в Алании здесь нет производства. И поэтому большинству этих людей, которые сейчас беженцы, которые сейчас живут здесь, им просто нечего здесь будет делать. Конечно, им же нужна работа. Скорее всего, они будут переезжать в большой город, такой как Мерсин, допустим. Он поближе туда к ним будет. Он тоже находится в безопасной зоне. И это большой промышленный город, в котором каждому найдется работа. И он все-таки безопасный, потому что, например, атомную электростанцию, которая строится сейчас около Мерсина, она же не будет строиться в сейсмоопасной зоне. То есть это наверняка одно из самых безопасных мест. Да, конечно. Это же очевидно. Я думаю, что эту атомную станцию строят не просто так, от балды, где им нравится. Воткнули место и все. Скорее всего, это было выбрано безопасное, по сейсмическим данным, место. И второе, конечно, большой аспект, это того, что это огромный город, рабочий, которому требуется энергия. Это Мерсин как раз. Еще такой момент, как мне кажется, немаловажный. Смотри, сколько сейчас домов разрушено. Это же все нужно восстановить. Этих людей всех нужно куда-то расселить. Безусловно. И это что значит? Это значит, стройматериалы, которые без того дорожают, а сейчас в связи с этим дефицитом стройматериалов, потому что нужно отстроить только домов, наверняка они подорожают еще больше. Абсолютно. С тобой согласен. Это 100% подорожают материалы. И подорожали уже. То есть, соответственно, если стройматериалы дорожают... То жилье никак не может подешевать. Оно будет только дороже. Это второе то, что дешеветь оно ни в коем случае не собирается. Ну, никак. Если стройматериалы дорожают, то как может дешеветь жилье? И при том, при той востребованности, при том дефиците жилья сейчас, оно только может дорожать. Безусловно. Но плюс рабочая сила, квалифицированная рабочая сила, которая нужна сейчас для строительства домов. Опять же, те же самые архитекторы. Ну и обычные строители. Обычные строители. Это сколько людей нужно, чтобы все это отстроить? Конечно. Они будут привлекаться в тот регион. И, соответственно, здесь опять же будет нехватка строителей. Если нехватка строителей, значит цена за рабочее время этого же самого строителя будет повышаться. Значит, то есть опять же идет повышение зарплаты, повышение цен на стройматериалы. Плюс, скорее всего, после землетрясения будут новые требования, которые... Опять же, новые требования к безопасности. Конечно. Это же тоже новые... Эти проекты теперь будут более тщательно к этому подходить проектировщики, архитекторы. Это же теперь будет все проверяться вдвойне. Но это будет и материалов, может быть, использоваться вдвойне. И, скорее всего, новые опять стандарты какие-то будут. Но опять же, это ведет не к удешевлению, а опять же к удорожанию. Это вот третий был фактор, по которому мы думаем, что жилье будет дорожать, а не дешеветь. И еще, конечно, четвертый, наверное, фактор. Это то, что земля не резиновая. Здесь в Валании тем более. В Валании, да. Здесь вообще ограниченное место. Здесь море идет, береговая линия. И потом буквально вот два километра максимально... В некоторых местах практически горы подходят к берегу. Максимально там два километра и уже начинаются горы, где практически невозможно строить. Земли немного, земли мало, земля дорогая. И дешеветь она тоже не будет, потому что... С какой стати она будет дешеветь, если ее мало? Чем меньше, значит, тем дороже. Чем больше сейчас здесь строят, тем оставшиеся участки будут только дорожать. Пятый фактор. Пятый фактор, который мы думаем, что будет дорожать недвижимость. Потому что есть спрос. В мире сейчас такая ситуация, что не все хотят оставаться на своих местах. Там, где привыкли жить, где живут всю жизнь. Многие ищут более комфортные места для жизни. А Турция это довольно-таки безопасное место для жизни. Тем более вот это место Алания, Анталия, Мерсин. Будем говорить этот регион. Во-первых, малость сейсмоопасный он. Ну, менее сейсмоопасный, будем говорить, чем остальная Турция. Это потом климат, море опять же теплое. Я так понимаю, что мы с тобой сейчас говорим именно про Аланию. Ну, естественно, если мы сейчас находимся. Возможно, в районах сейсмоопасных жилье и не будет дорожать. В таком отношении. То есть, смотри, я слышала такую вещь, что люди из Стамбула даже приезжают сюда, потому что боятся большого землетрясения в Стамбуле. И кто-то уже продает в Стамбуле жилье и приезжает сюда. Я такое слышала. Хотя, конечно, трудно сказать, правда это или нет. Ну, ни одного такого человека мы не видели, кто переехал из Стамбула, допустим, в Аланию. Но те, кто занимаются недвижимостью, люди, они говорят, что все-таки такие запросы есть. Есть запросы на продажу недвижимости в Стамбуле и покупку недвижимости, допустим, в Алании или в Анталии. Есть такие запросы. Ну, будем им верить, что это действительно так. Потому что конкретно человека такого, чтобы спросить, который переехал, мы пока что-то не встретили. Есть, конечно, еще шестой такой фактор, который может повлиять как на повышение цен на недвижимость, так же и на снижение цен на недвижимость. Это, конечно же, выборы, которые пройдут в мае. Тут уже, как говорится, как карта ляжет. Потому что, ну, действительно, так и есть. Потому что все, кто все-таки приобретая недвижимость или инвестиции, все равно человек рискует. И любой риск, он либо оправдан, либо не оправдан. И всегда он либо вознаграждается, либо человек, ну, просто теряет какие-то деньги. Все равно это, естественно, риск. Тут, как говорится, своя голова должна быть на плечах. Нужно просчитывать все за и против. И, конечно же, этот риск тоже учитывать. То есть тут, как карта ляжет, но, на мой взгляд, что ляжет, она правильно. Это карта. И ничего такого глобального не случится, что могло бы обрушить рынок недвижимости. Ну, с точки зрения, если бы мы, например, покупали, да, вот мы же тоже думаем о том, чтобы инвестировать, да? Обязательно. Ну, хорошо. Мы вложили какие-то деньги в стройку. И даже если что-то пошло не так, ну, дешевле-то эта квартира все равно не будет. Ну, никак не будет. Ну, как она может обвалиться в стоимости? Даже мы ее можем просто оставить себе? Можно просто сдавать эту квартиру в аренду? Ну, вот просто сейчас порассуждаем. Допустим, мы с тобой вложились, да, в недвижимость, сейчас в стройку. В стройку, да. В стройку. В стройматериалы дорожают и будут дорожать. Место, где оно находится, оно не переместится в неблагополучное место, оно все равно будет... Оно так и останется на Средиземноморье. И для многих желанным, да. И для многих желанным. То есть ничего не изменится. То есть даже если что-то запретят на время, там, продавать, еще что-нибудь такое, но все равно же эта квартира останется нам, нашим детям, мы все равно ей можем пользоваться. Никуда она не денется. Дешеветь она, дешевле точно не будет. Но сдавать в аренду мы ее, по крайней мере, тоже можем. По крайней мере, тоже. То есть, если вложив деньги в эту квартиру, мы, быть может, мы не заработаем, но потерять уж точно ничего не потеряем. Конечно. Поэтому я думаю, что... Так что инвестировали. Вот я думаю, что... Вот ты как сама считаешь, инвестировали бы мы сейчас в недвижимость, будь у нас свободные средства. Безусловно. Безусловно. Мне тоже так кажется. Безусловно. Я бы даже не думала, потому что, ну, святое место пусто не бывает. Да, не подумайте, конечно, что мы кого-то агитируем, приезжайте в Аланию или еще что-то тому подобное. Мы просто рассуждаем, потому что это очень важный вопрос для некоторых. И не только для некоторых, но и для нас как-то. И для нас же тоже. Мы сейчас... Поэтому, в общем-то, и завели этот разговор, потому что у нас тоже есть такие мысли. И, естественно, мы тоже переживаем, мы тоже волнуемся по этому поводу. Как бы мы сделали в данный момент. И ваши комментарии, конечно же, для нас будут очень важны, потому что основная часть всего, в общем-то, самое главное, все в комментариях. Поэтому читайте обязательно комментарии, пишите обязательно комментарии. Потому что в споре рождается истина. Потому что один человек говорит «да», второй человек говорит «нет», а третий думает, включает голову. И между «да» и «нет» тоже что-то выбирает. Находит ответ. Находит ответ. В споре, в общем, рождается истина. Мне кажется, что такие разговоры обязательно должны быть. Должны быть... ну, конечно, это для тех, кого интересует эта тема. Ну, вот вы сейчас послушали нас, послушайте людей, которых мы просто встретим на улице и просто спросим, как они думают на этот счет. Те люди, которые живут здесь, в Аланье. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, как вас зовут? Владимир. Вы давно живете здесь, в Аланье? Да, уже второй год. Второй год. У вас своя квартира здесь? Да. Скажите, вот по последним событиям произошло землетрясение. Вот скажите, вы сильно испугались? Ну, первое землетрясение как бы не коснулось. Было ночью. Мы живем высоко. Не слышали. А вот второе было ощутимо. Мы почувствовали. И было такое слегка волнение у нас. Но, слава богу, никуда не бежали. Мы мужественно переждали и все. Ясно. Скажите, а вот как вы думаете, вот сейчас в связи с этим землетрясением и в связи с тем, что не дают ВНЖ по аренде, подешевеют ли квартиры или нет недвижимость? Как вы думаете? Ну, трудно сказать. Но мое мнение таково, что вот те цены сумасшедшие, которые выскакивают на некоторые квартиры, ну, просто сумасшедшие. Я думаю, они, конечно, уйдут. Небытие. А реальная цена, которая вот сложилась здесь, а эта цена как бы останется. И тут много всяких причин к этому. Но рынок, конечно, уже не будет такой сумасшедший, горячий, как до того. Вот это мое мнение. То есть люди будут уже более осознанно покупать? Абсолютно верно. Будут более осознанно смотреть на цены. Не хватать все подряд. Несмотря на наличие у них каких-то даже больших денег. А будут реально смотреть на ситуацию. Хорошо. Спасибо большое. Не за что. Всего вам доброго. Всего вам доброго. Приятно было вас увидеть. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Диляра. А вы откуда? Мы из Крыма. Из Крыма. И вы живете здесь? Да, мы живем здесь, да. А у нас к вам такой вопрос. Как вы думаете, подешевеют ли квартиры? Думаю, что нет. Вот сейчас землетрясение было, все напугались. Нет, мы не пугаемся, мы остаемся и думаем, что нет. Все будет нормально. Но квартиры не подешевеют. Спасибо большое. Ее мнение личное, личное. Спасибо. Потому что местность очень такая хорошая, гастрономическая. Вот, как сказать еще. Ну, нам все здесь нравится. Море хорошее. Все. А как ваши знакомые вот сейчас? Вы не заметили, они уезжают отсюда? Нет, наши знакомые не уезжают. Они здесь. Их ничего не испугало. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо, Иван. Добрый вечер. Привет. Как вас зовут? Руслан. А красавица? Мелисса. Очень приятно. Скажите, а сколько вы живете уже в Аланье? Лет 8. 8 лет? Так много. Скажите, а как вы думаете, сейчас вот после землетрясения и после того, как не дают ВНЖ, подорожает недвижимость или подешевеет, как вы думаете? Наверное, она сейчас будет стоять на месте, либо чуть подешевеет, а потом через какое-то время, годик-два опять подорожает. Опять подорожает? Да. Хорошо. Спасибо большое. Растите большие, красивые и здоровенькие. Спасибо. Пока. 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 Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Валентина. Сколько вы уже живете в Турции? 10 лет. 10 лет? Да. У вас своя квартира здесь? Да, у нас в хорошем доме, очень хорошая квартира, шикарная инфраструктура. И вообще нам очень здесь нравится, потому что все дешево, все свежее, все такое натуральное. Турки относятся очень хорошо к русским. Очень много у нас знакомых. И если сюда ехать жить, можно ехать без опаски совершенно. Скажите, вот сейчас недавно было землетрясение, и многие люди считают, что вся недвижимость здесь подешевеет очень сильно. Как вы на этот счет думаете? Во-первых, Махмутлара и Ланя, он не стоит в зоне разлома. Поэтому у нас могут ощущаться только толчки. Мы ощущали, у нас люстры качались, выходили на улицу. Но такого стильного землетрясения здесь не будет. Плиты разошлись в Хатайе, в Адаямане, там были большие разрушения. Здесь можно жить спокойно. То есть вы считаете, что никакого обвала цен не будет? Нет, наоборот, жилье подорожало. И сейчас есть пруд, поэтому дешеветь особо не будет. Мы тоже так думаем. Спасибо большое. Спасибо большое. Приходите в гости. До свидания. Спасибо, обязательно придем. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Александр. Сусана. Очень приятно. Скажите, откуда вы приехали? Город Севастополь. А давно вы здесь, в Турции, в Аланье? С прошлого года, с июня. Вы купили здесь квартиру? Да, мы купили три квартиры. Три квартиры? Да. Ничего себе. В одной живете, две сдаете? В одной живем, а две строятся. Вот так. Две строятся? То есть вы инвесторы? Ну, что-то вроде этого. Ну, молодцы ребята, здорово. Скажите, вот мы как раз сейчас снимаем ролик такой. Подорожает недвижимость в ближайшее время или подешевеет? Как вы думаете? Ну, я могу сказать свое мнение. Совпадет ли оно или нет, мы не знаем. Но всегда недвижимость дорожает. То есть, вполне возможно, как я предполагаю, недвижимость в закрытых районах, ну, мы уже все знаем, что есть открытые районы и закрытые. В закрытых районах, пока их не откроют, она, скорее всего, будет стоять на месте, либо дорожать, ну, буквально на несколько там процентов, на 5 процентов возьмем. А недвижимость, конечно, в открытых районах, она в любом случае будет дорожать. И вот мы разговаривали в агентстве, нам директор агентства говорит прогнозы каждый месяц примерно по 15 процентов. Ну, опять-таки, это только с его слов. А как оно будет на самом деле, только время нам покажет. Поэтому я думаю, что будет дорожать. А отказы с ВНЖ и то, что было землетрясение, как вы думаете, это не повлияет на рост недвижимости, на рост цены недвижимости? Ну, мы все здесь, кто живет, когда произошло это страшное землетрясение, конечно же, мы посмотрели в интернете карты, в какой же мы живем зоне. И поняли, что здесь в лучшем случае может быть остаточное явление, только толчков. И давайте почитаем, какие были землетрясения в Турции за последние 200 лет, ну, любой период можно взять. И были ли, скажем, в Алании, Мерсине вот в этом промежутке землетрясения? Нет, их не было. Поэтому можно смело утверждать, что, скорее всего, их тут не будет. И никак землетрясение, допустим, не может повлиять, что вот здесь из-за этого упадет цена. Да, цена может упасть там, где менее устойчивые, скажем, вот эти земные породы. А там, где нормально, вряд ли упадет цена. Самый главный вопрос. Вот если бы вы купили не полгода назад, а вот сейчас, после землетрясения сразу, вы бы решились купить квартиру или все-таки испугались бы? Нет, конечно, решились бы, потому что мы этого хотели, и мы давно к этому шли. И поэтому, конечно же, мы бы купили, невзирая ни на что. И советую людям, если кто-то хочет вдруг приобрести недвижимость, все-таки не откладывать это в долгий ящик. А чем раньше это произойдет, мне кажется, тем вы выгоднее сделаете свою покупку. Это, ну, опять-таки, только мое мнение. Спасибо большое. И вам спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Тоня. Скажите, а сколько вы уже живете в Турции? Мы 4 года. 4 года. У вас своя недвижимость здесь? Да, у нас несколько своих квартир. Как вы считаете, подешевеют квартиры? Я считаю, что квартиры в цене, наоборот, вырастут. Почему? Потому что Аланийский регион, это не сейсмоопасный регион. И сюда, наоборот, все едут, и даже зон землетрясения к нам тоже едут. И квартиры в цене вырастут. Также были остановлены биржи бетона, в связи с чем запуск новых бирж увеличил стоимость на строительные материалы. Те строительные материалы, которые куплены были застройщиками до землетрясения, они сейчас все транспортируются в зону землетрясения для отстройки новых домов. А, соответственно, для строительства домов уже здесь, в Аланийском регионе, будет закуп материалов по новым ценам. И для застройщиков это будут цены гораздо дороже, чем были до этого. В связи с этим застройщики тоже ожидают, что стоимость квартир также поднимется. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Всего вам доброго. Хорошего дня. А на сегодня мы будем заканчивать этот ролик. Скажем вам до свидания, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. И пока-пока. Пока-пока.